Всем большой привет! Девочки, кто коллекционеры масок, кто любит тканевые маски, я услышала ваши запросы и решила выложить ролик «Все мои тканевые маски». Почему этот ролик актуален раз в полгода? Потому что это тот продукт, который очень быстро сменяет сам себя. То есть это корзинка, контейнер, как бы всегда получается с новиночками. У меня привычка, все новые маски я вставляю спереди, но надо иметь привычку, как бы те, которые уходят назад, в использовании брать именно маски сзади. Ну, что у нас тут находится, ну, кстати, немало, видите? Я вам сейчас покажу. То есть я сейчас все маски себе выложу из контейнера, и мы с вами их будем вставлять обратно. Несколько масок у меня от «Фаберлик». Они у меня сейчас разбросаны, то есть будут попадаться по ходу. Все, абсолютно, девочки, все маски у меня это ваши подарки. Подарки девочек, которые присылали мне посылки. Я не успеваю покупать себе маски, потому что они у меня самозаменяются. То есть я использую, но в каждой посылке масочки есть, и благодаря этому я всегда ухаживаю за собой. Спасибо вам огромное. Тканевая маска для лица. Обновление экстракта алоэ вера. Такая. Следующую покажу от Эйвен. От Планета СПА. Тоже она тканевая. Мне кажется, кто тут понимает немножко в языках. Видно, что с каким-то экстрактом. Но в любом случае, любая маска, она работает питание, увлажнение, либо лифтинг. Да, что-то вот из трех. Ну, еще и сияние, правда. Как бы свежесть дают лицу. Ну, тут упругость, омолаживание. Так вот, обожаю масочки с пандочками. Посмотрите, какая красота. Маска с экстрактом слизи улитки. Интересно, что есть маски на 15 минут, есть до 30 минут. Кто-то и дольше лежит. Вот эти интересны маски тем, что они 3D-шные. То есть, если в профиль смотреть, у них и носик есть, и подвородочек есть. Я вообще люблю, когда маска идет на овал лица и даже затрагивает шею. Это коллагеновая. Ой, какая красивая мохито. Смотрите, прям. Мохито я пробовала летом. Первый раз в своей жизни. И была очень удивлена, увидев столько мяты в стакане. Так интересно. Поэтому у меня с морем связана мохито. Две масочки, которые у меня приехали не так давно. Они у меня все не так давно приехали. Но вот эти интересны своей упаковочкой. Вы посмотрите, какая красота. Прямо 3D-шки, да? Так и хочется этих светлячков поймать. Ощущение, что они там прям плавают. Вот такие две красавицы. Ну, видно, с чем они, да? Я буду смотреть, от чего. Когда уже сделаю, все вам расскажу. Зеленый чай тоже, смотрите, красотка. Прямо как фотография, да? Так и хочется этой траву потрогать рукой. Так. Биаква. Это, по-моему, китайские уже масочки. Девочки говорили, одни хвалят, другие ругают. Я то, что пробовала, нормальные маски. Увлажнение дают, работают неплохо. Вообще маска, это не то, что вы нанесли, и она вас омолодила, и надолго хватила. Это витаминка. То есть дает временный эффект. А тут вообще маски не чувствуются. Хотя она там есть. Она, видимо, такая тонкая. И ткань прямо мягкая-мягкая. Тоже видно. С муцином. Улитки. И тоже биаква. Так, следующая масочка. Такая интересная. Как будто бы с сывороткой. Так, смотрите, интересно оформлено. Думаю, что вот натянешь, снимешь, и там будет 20 лет лежать. Какая красивая. Ну, в них часто по 25 мл. Иногда жидкость, жидкая, когда, ну, такая более водянистая, да, то она там даже остается на дня. А если густая сыворотка, то, как правило, она смазкой уходит. Это уже Германия, Росман. Такой милейший пингвиненок Исана. Прямо загляденье так, аж сама загляделась. Еще одна Исана, и тоже в таком же формате, да. Прямо как это, какой-то фруктик. Ну, кстати, на авокадо, правда, похоже немножко, да. Вот такая, Botanical. Видимо, черника и авокадо входят в состав. Еще одна пандочка. Вот такая интересная. Наверное, будет эта пандочка, видите, на самой масочке. Еще одна пандочка. Уже третья, да, по-моему, пандочка там в самом начале была. Это 10-15 минут. 10-то я уж прям вообще не помню. И тут тоже маска с мордочкой. Надо семью хоть повеселить, такую масочку тоже взять. Вот это из Израиля приезжала маска от Ани. Уже 18 миллилитров. Не 25, а 18. Так. B7. Biaqua. Видно, что с апельсинчиком что-то там, сывороточка. Следующая авокадо. It's Skin. Далее. Как открытки, да? Вот маски перебираем как открытки. Ну, тут, видимо, для тонинг. Что-то тонизировать будет маска. Вот такая красотка. Позитивчик. Прямо ощущение, что он будет с губками прямо, да? Ну, нет, наверное. Тканевая маска для сияния. Для сияния это я люблю. Так. Керамиды. Вот эту я брала на месяц, но так не воспользовалась. Надо будет её одной из первых использовать. Ой, какая красивая. Вы только посмотрите. Мне кажется, такая открытка вулавы. Я вот прямо ещё выпуклая. Раньше, помню, когда-то давно-давно выпуклые открытки были золотом. Вот почему-то именно эта маска напомнила ту. Что-то тут с золотом. Наполнение питательными веществами. Водный баланс кожи, омоложение, увлажнение. Сусальное золото. Вау. Вот такая блэк-маска. Посмотрите, какая серьёзная. Увлажняющая с органическим субстантом аморфонового углевода. Вау. Лифтинг, увлажнение, разглаживание и сужает поры. Мне кажется, они вот чем-то своим вот этим вот схожи. Скорее всего, это, наверное, бренд один. Такой интересный подход. Silk Mask. Тоже тут коллаген, эластин. Видимо, муцин улитки. Да, фильтрац лизи улитки муцин и фиброин шёлка. Нормализует синтез коллагена, эластина, способствует клеточной регенерации. Ещё одна Silk Mask. Это уже глубокое увлажнение. Питание кожи способствует клеточной регенерации. Тут уже с алоэ. Вау. Также фиброин шёлка, но уже экстракт алоэ. Ну и аминокислоты сюда входят. Ой, какая красота. Вот недавно прямо ко мне приехала в посылках. Вот такая Face Mask. С тыковкой. Вот что-то подобное, да, вот была с девочкой такой вот прям. Что-то я уже такое мелькнула. Получится быстро найти. Нет, не нашла почему-то. Мне кажется, прямо только что что-то было подобное с девочкой яркой. Или я запуталась. Дальше. Вот такая хрюшка. Коллагеновая маска. Маска без хрюшки. То есть хрюшкина, маскина самой не будет. Мишка. Это один бренд. Хрюшка и мишка. И улитка тоже с ними заодно. Интересно, у них тут тоже вот капелька такая идет, да. В каждом. Видите, розовая капелька такая, коричневая. Видимо, что в состав входит. И две маски у меня все переходят из месяца в месяц, остаются. Они как-то маски на НЗ. Это теплая релакс маска, паровая она, согревающая для отдыха. Поэтому они у нас как бы все время в запасе. Одна желтенькая еще есть у Максимки в заначке. Вот, показала я вам свои маски. Здесь только тканевые. Конечно, есть еще в сошетках без ткани. Они просто там глиняные, с жидкостью. Ну, они тоже в сошетках. Но они у меня отдельные. Если эти около кровати, то те находятся в ванной комнате. И в тубах есть. Вот в тубах я ленивая делать, поэтому у меня тубы многие ушли в проект, чтобы я их использовала. И сейчас я активно использую именно маски в тубах. Хочу их убавить максимально, чтобы они не залеживались. Потому что был момент, где-то около года назад или полгода назад, когда я выкинула несколько туб, которые у меня просто пролежали. И я ими не пользовалась. Ну, может быть, где-то начинала, не полностью. И пришлось просто от них избавиться. Девочки, что-то я тут потопталась, потопталась. И подумала, что будут комментарии, почему ты показала только тканевые. Уже если показывать, то показывай все. Давайте я буду показывать все. Не так уж много у меня осталось. Я вам сказала, что в целом у меня маски хорошо подубавились в тубах. И давайте я вам покажу, что у меня в тубах есть пока не тронутые, а потом покажу, что открытые. Только-только ко мне приехала вот такая масочка. Она из Крыма. Ну, приехала она не из Крыма. Но изготовление было в Крыму. Живые маски. Маска для комбинированной кожи. Тут яблоки, эфирные масла, ростки ячменя. 140 грамм. Прямо круто. Много. Так, далее. От Планета СПА. Превосходное очищение. Это, наверное, третья или четвертая уже маска. Именно вот точно такая же. То девчонки присылали, то сама покупала. Классная маска. Она глиняная, с минералами Мертвого моря. Очень хорошая маска. Нравится. Вообще, в Эйвен маски я хочу отметить. Они классные. Из нетронутых. Еще целая в тубе. Для сияния. В линейке Эйвенке. Очень красивого цвета. Раньше была чисто роза. А сейчас смотрю. Вот орешек как бы добавили. Но пока она у меня запечатанная. Потому что использую другие. Покажу. Сейчас покажу скоро. Какие именно. И из запечатанных у меня есть тоже два подарка. Это томатная маска и маска с авокадо. Многие девочки говорят, что вызывают аллергическую реакцию. Вот так они выглядят. Я их еще не пробовала. Они у меня пока в запасах. Но у меня их было три штучки. И вот третью я начала использовать. Это с черной икрой маска. Моей сестры вызвала аллергию. А у меня нормально пока работает. Не было никакой аллергии. Тут очень большой объем. По-моему 80 миллилитров. И хватит ее надолго. То есть я делала раза три. И вон ее еще сколько. Поэтому это уже из открытых. Так. Еще одна закрытая маска. От такой бренд. Минку. Увлажняющая. Очень неудобно оттуда ее извлекать. То есть помпа выдает какое-то время. А потом перестает выдавать. И нужно будет ее каким-то образом оттуда вытряхивать. Ну ладно. Вот здесь поставлю. Пусть стоит. Ну теперь по открытым. Маска которая быстро работает. Сплэш уход. Она у меня в проекте Project Pen. Сейчас из проекта наверное придется делать спойлер. Показывать. Но некоторые будет не видно сколько они убыли. Глиняная классная коллагеновая маска. Она неплохо очищает. Хорошо подготавливает лицо к маскам. Которые дают сияние, увлажнение и тому подобное. Вообще я ее часто использую. Вместе вот с этой. Арктическая. Я не знаю что тут за ягодка. Это антиоксидантная. Она немножко холодит. И дает такое освежение лицу. Прямо классно. Вот завтра они у меня по плану. В парочке я буду делать. Еще одна. Я думала закончится. Но нет. Еще осталось. От Ифраше. Это тоже маска связанная с сиянием кожи. Она действительно классно работает. И дает сияние. Она прозрачная. Как гелевая такая. Густая. Написана на 5 применений. Я ей уже пользовалась 6 раз. То есть тут еще на 2 раза. А то может быть даже и на 3. Вот такая экономичная она у меня оказалась. Сюда ее. Далее. Это у меня кстати из проекта. Маски которые я хочу до конца года до использовать. Вот эти вот 4. Было больше. Но вот осталось. И потом уже вот когда вот это закончится. Вот с планеты спа. Тогда я открою от Эйвен Кеа с розой. Потому что по сути вот они все 3 одного действия. Поэтому эти 2 закончатся. Откроется та. Ну и теперь в сашетках мы сейчас посмотрим. Что у меня есть. Так. Так. Сейчас тоже поставлю контейнер. Вот так. Вы не против? И посмотрим сашетки. Я сейчас даже знаете как сделаю. Сама немножечко отъеду. Вот так поставлю контейнер. И будем туда складывать. Уже несколько раз брала в использование на месяц. Но никак я не сделаю. Это альгинатная маска. Лифтинг эффект. У меня их осталось 2 или 3 всего. Альгинатные. Ну сейчас посмотрим. И вот все. Она у меня в очереди стоит. Никак я ей не воспользуюсь. Вот еще одна альгинатная. Только разные составы. Заполняет морщин. Антипигментация. Заряд энергии. А там лифтинг эффект. Эластичность. Упругость. То есть разные действия. Но обе похожи друг на дружки. И вот третья альгинатная у меня маска. От Липридерм. Гиалуроновая. Ультра увлажняющая. Это работает на увлажнение. Вот они у меня бедные все 3. Все стоят, чего-то ждут. Далее. Так. Сейчас попробую. С муцином улитки тоже. Тут уже почти ничего не видно. Надо ее тоже. Вот одну из первых сделать. Потому что вот эта у меня маска залежалась. Далее. Какой-то тут чай. Там порошок. Его надо разводить. Тоже надо все тут посмотреть. Перевести. И использовать. Вот лениво. Легче взять тканевую. Либо из тубы. И уже потом думать о порошках. Еще одна. Тоже там сыпучий порошочек. Французская. Минеральная маска. С молажевым морским альгинатом. Получается еще одна альгинатная. Что ли. Белая глина. Каолин. Морской альгинат. Вот такая. Огуречная. От фитокосметик. Увлажняющая. Еще одна есть от фитокосметик. Которую я хочу в этом месяце точно использовать. На козьем молоке. Питательная. И здесь объем 25 мл хватает на много раз. Раза на 4 хватает такой маски обычно. Далее. Только приехала. Вот такая масочка от кафе Мими. Смородина и органы что ли. Орегано. Такая масочка. Есть маска. Такая зелененькая. Тут две сашетки. Их можно отрезать. Это из Германии приезжала. От виши вот одна затерялась. Их было много у меня. Ну вот. Вижу одна. Последняя. Пузырьковая тоже одна осталась. Надо дотратить. Их было 3 штуки в упаковке. Очень щекотит, когда эти пузыри надуваются по лицу. Прикольно. Маска грязевая с прополисом. Очищает поры. Устраняет угры и прыщи. Снимает воспаление от прыщей и угревой сыпи. 15 мл. Органик СПА. Это омолаживающая маска пилинг. Вулканическая глина. Пшеничные отруби от Флорессант. Препятствует образованию морщин. Тонизирует. Глубоко очищает. Но это хорошая очищающая маска. Мне она нравится очень. У меня такая была не один раз. Комплимент. Глубоко увлажняющая. Гелевая маска для лица, шеи и кожи вокруг глаз. Ух ты. Какая классная. С муцином улитки. Так. Это, 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 это вот. Новенькие масочки. Только ко мне приехали тоже. Оксана их с Крыма, видимо, привезла. Крем-маска для лица с грязью Сакского озера. Да, сделана в Крыму. Для нормальной кожи. И тоже здесь объем большой. 30 грамм. И на 4 раза Оксана говорит. Но мне кажется, тут на все 6 хватит. Я купила, чем зажимать. Такие сашетки. Ну, можно и в баночки переливать будет. Экстракт граната для нормальной комбинированной кожи. Они все с Сакского озера грязь содержат. С экстрактом персика для зрелой кожи. Это самые последние посылочки. Они приехали. Я их еще не пробовала. И с маслом рисовых отрубей для сухой и чувствительной кожи. То есть разные. Что у меня есть еще? А есть у меня еще пилинги. То, что в этой корзиночке лежат. Вот такие два пилинга. Один от Комплимент. Другой от Люминэ. Очищающие пилинг маски. Туда. Так. Джойскин. Тоже вот эти вот пилинги. Скраб антиакне. У меня их аж 4 штуки. И тоже залежали. Не использую. И две. Это черные маски, которые снимают. Очищают конкретно. То есть маска-пленка, которая очищает полностью, можно сказать, кожу. Так. Это сюда. Это ставим. Видно? Сюда. Чтобы сильно не закрывать. И в то же время, чтобы было видно. И последние две маски, которые я вам покажу. Одна ночная, одна свит, которые я пренебрегаю. То есть когда лень делать маски. Самый идеальный вариант. Это вот такая. Она немножко гелевая. Видите, как дребезжит. То есть не очень плотная. Но летом я ее не делала. Потому что дома жарко. Сейчас не делаю. Потому что опять же дома жарко. На улице теплая погода. Батареи работают. И на ночь любая маска, она как-то вот лишней выглядит на лице. И чувствуется лишней. И последнее это патчи. Патчи от Vibrant Clamur. Тут 60 было штук изначально. Анти-эйдж вижу. Для возрастной кожи. Области вокруг глаз. Они розовенькие. Перламутровые. Лишний раз не открываю, чтобы туда ничего особо не попадало. Хорошие патчи. Работают неплохо. Что еще у меня в этой корзинке? Это моя новая кисточка. Вот такая. До этого была кисточка от Planeta Spa. От Avon. И она у меня развалилась в итоге. И запасной еще один спонжик. В FixPrice такие спонжи беру. Очень удобно такими смывать маски глиняные. Но их надо время от времени менять. Они, кстати, вот сейчас влажненькие. Еще большое высыхает. Прям маленьким становится. А когда влажный, вот надувается. Один остался, но надо уже купить. Чтобы было еще в запасе. Так, ну все. Теперь точно все. Показала теперь все маски, какие у меня есть в моих запасах. Ну и стараюсь пользоваться всеми. Единственное, что разумно открываю новые, когда немножко подрасходуются старые. Чтобы все время не было все открытым. Так что сейчас две вот эти закончатся в ближайшее время. Может на недельки, потому что там по чуть-чуть в каждой. И открою сразу сияющие. А как только закончится вот это, открывается превосходное очищение. Ну и крымское вместе с ней открывается, потому что там тоже классное очищение дает. То есть они будут работать вместе. Но, наверное, крымское будет чаще, потому что там сроки короче годности. Все. Теперь точно все. Спасибо большое за внимание, за просмотр. Надеюсь, этот ролик для любителей масок был интересен. И теперь уже показала я точно всю свою коллекцию. Спасибо большое за внимание, за просмотр. Всем хорошего настроения. И всем пока.